Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим чизкейк без выпечки с ягодами. Идеальный вариант для тех, кто любит вкусные и быстрые десерты. Сначала подготовим форму. У меня квадратная форма размером 20 на 20 и высотой 5 сантиметров. Можно также использовать круглую форму диаметром 23-24 сантиметра. Ставим ее на ровную разделочную доску, предварительно застеленную силиконовым ковриком или отрезом бумаги для выпечки. Изнутри форму прокладываем ацетатной пленкой. Чтобы пленка хорошо прилегала к форме, можно слегка смочить внутреннюю сторону формы водой. Готовим песочную основу чизкейка. 180 граммов печенья превращаем в крошку любым удобным способом. Я воспользовалась измельчителем. Для основы можно брать любое песочное печенье, которое вы больше любите. У меня сегодня покупное, но можно испечь самостоятельно. Для чизкейка можно выпекать песочное тесто прямо пластом и никак не формовать. Все равно ломать и превращать в крошку. Как приготовить песочное тесто для основы чизкейка, смотрите по ссылке в описании. Крошки постепенно добавляем сливки и вымешиваем до получения пластичной массы, похожей на песочное тесто. Сложно сказать, сколько понадобится сливок, лучше начать с небольшого количества и добавлять понемногу. У меня ушло около 80 граммов сливок жирностью 33%. Ровным слоем укладываем полученную песочную массу в подготовленную форму, хорошо заполняя у краев и плотно утрамбовывая. Должен получиться тонкий слой толщиной примерно 5 миллиметров. Готовим сливочно-сырную массу и первым делом замачиваем 25 граммов желатина. Если у вас желатин листовой, то замачиваем в произвольном количестве холодной воды. Если порошковый или гранулированный, то заливаем 150 граммами воды из расчета 1 к 6. Сила моего желатина 160 блюм. С одного крупного лимона снимаем цедру и выдавливаем сок. Далее в небольшой ковшик отмеряем первую часть сливок 100 граммов. Добавляем 100 граммов сахара и ставим на плиту прогреваться. Количество сахара вы можете регулировать по своему вкусу. Если любите послаще, можете увеличить. Прогреваем сливки, периодически помешивая до растворения сахара и появления активного пара. Снимаем с плиты и добавляем в горячие сливки набухший желатин. Если желатин листовой, то хорошо отжимаем от излишков воды. Хорошо перемешиваем до расхождения желатина и даем слегка остыть. Теперь отмеряем вторую часть жирных сливок для взбивания 350 граммов. Они должны быть обязательно заранее хорошо охлаждены. Я использую сливки жирностью 33%. Добавляем ванильный сахар и взбиваем сливки до состояния мягкого пика. Убираем взбитые сливки пока в холодильник. Отмеряем 550 граммов творожного сыра. Для рецепта нужен творожный сыр с массовой долей жира не менее 60%. Добавляем лимонный сок и лимонную цедру. Хорошо все перемешиваем миксером до однородности. Затем добавляем подостывшие сливки с желатином и еще раз перемешиваем до однородности. Достаем из холодильника взбитые сливки и аккуратно объединяем лопаткой взбитые сливки и сырную массу, так чтобы сливки не потеряли объем. Я добавила сливки в два захода. При желании добавьте в этот сливочно-сырный мусс небольшое количество ягод. Перекладываем творожно-сливочную массу в форму, хорошенько разравнивая, чтобы форма у краев была хорошо заполнена массой, без просветов и пустот. Сверху разравниваем при помощи палетки. Убираем форму с чизкейком в холодильник для стабилизации. Готовим ягодное желе для верхнего слоя. Первым делом замачиваем в холодной воде 10 граммов желатина и оставляем набухать. Если у вас порошковый или гранулированный желатин, то залейте 60 граммами воды из расчета 1 к 6. В ковшик помещаем 250 граммов ягод. У меня сегодня замороженная черная смородина. И добавляем 80 граммов сахара. Если любите послаще, количество сахара можно увеличить до 100 граммов. Можно использовать абсолютно любые ягоды, которые вам нравятся. Либо свежие по сезону, либо замороженные. Также очень вкусно получается с вишней. Ставим ковшик на плиту и, помешивая, доводим до кипения и полного растворения сахара. Снимаем с плиты и сразу добавляем набухший и отжатый от воды желатин. Перемешиваем до полного расхождения желатина и даем немного остыть. Достаем форму с чизкейком из холодильника и выкладываем на мусс приготовленное желе. Возвращаем форму обратно в холодильник до полной стабилизации чизкейка. После чего достаем его из холодильника и освобождаем из формы. Из данного количества ингредиентов получается чизкейк размером 20 на 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров и весом 1800 граммов. Перекладываем чизкейк на подложку или блюдо для подачи и можно наслаждаться. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Обязательно попробуйте! Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А на этом сегодня все! До встречи в новом видео!